И снова здравствуйте, мои дорогие зрители GamePilot! С вами я, Всеволод Уваров, и это второй выпуск передачи Игры в Мундире. Сегодня я вам расскажу об одной замечательной RPG, которая лежала в глубоких дебрях моего архива и была покрыта толстенным слоем пыли. О ней вы, возможно, что-то слышали или даже играли в неё, но многие-многие пропустили мимо себя сие творения, и я хочу восполнить этот пробел ваших знаний. Сегодня я познакомлю вас с Planescape Dominant. Видимо, почти все классические RPG так или иначе связаны с Dungeons & Dragons, по многим утверждениям самой первой ролевой игрой в мире, которая почти полностью является устной. Именно правила D&D входили в механику многих компьютерных ролевых игр, особенно в конце 90-х и начало 2000-х. То есть фактически в каждой RPG, будь то Baldur's Gate или Never Wind The Night, были различные настраиваемые классы персонажей, множество напарников с уникальными способностями, неизведанный мир и сильный акцент на сражениях с тактической паузой, критическими попаданиями и морем лута. Такие игры были, мягко скажем, задротскими, поскольку пройдёт немало времени, пока ваш мозг осознает все многочисленные нюансы. Оказывается, на ваших сопартийцев можно морально влиять, из-за пропущенного диалога вы могли упустить какой-нибудь важный момент сюжета, да и изучение сочетаний разных навыков и классов потребует не один час вашей жизни. Несмотря на это, эти игры обретали толпы фанатов, хотя, конечно, большую популярность получали диаблоподобные экшен-рпг, которые были понятны всем и сразу и плевать хотели на замудренности Dungeons & Dragons. Но вот чего не было у Диаблы, так это большого, продуманного, глубокого мира, с сотнями персонажей, религиями, континентами и так далее. А в мультивселенной Dungeons & Dragons такой мир был, и не один, а очень много таких миров, по сеттингу которых вышло немало RPG. Но, к сожалению, компьютерные ролевые игры в большинстве своём были не способны раскрыть весь потенциал своих миров. То есть, описание мира устройства было на месте. В некоторых диалогах проливался свет на быт и образ жизни, в дневниках и старинных записях рассказывались события прошлых лет, но во главу угла это никогда не ставилось, ведь важнее были сражения, прокачка и так далее. Но такой подход к RPG не устраивал ребят из Black Isle Studio, авторов незабвенного Fallout, о котором я когда-нибудь вам всё расскажу. Собственно, вы уже сознали, что Black Isle любили необычные сеттинги и миры, и у них получалось их описывать, поэтому они решили сделать авангардное фэнтези. Иными словами, ребята хотели создать фэнтези-игру не по тем канонам, которые были даны кем-то очень давно, а показать своё видение этого жанра и вести свои правила. В итоге, в 97-м году был написан 47-страничный дизайн-документ игры Last Rides, в котором не было ни единого упоминания о эльфах, орках и драконах. Разработчики решили отказаться от привычного фэнтезийного бестиария, героев спасающих мир и вселенского зла, угрожающего какому-нибудь до тошноты доброму королевству. Вместо этого Black Isle, вдохновлённые такими играми и книгами, как The Chronicles of Ember и Shadowrun, хотели показать мрачный мир, в котором, возможно, сплетались много разных сеттингов. И тут как раз, кстати, попалась Dungeons & Dragons, у которой было всё, что нужно. Вселенная Dungeons & Dragons содержит в себе множество миров, которые объединены в различные так называемые планы. Планы делятся на несколько типов. Первичный материальный план – это Prime, мир, объединяющий сотни других миров. Внутренний план – это миры, где родились базовые элементы мироздания – вода, огонь, земля и воздух. Внешний план – это миры верований и мировоззрений, в нём живут различные силы и боги. Эфирный план – это миры, подобные океану, который соединяет Prime с внутренними планами. Астральный план – это миры, соединяющие Prime с внешними планами, в этих мирах рождаются чувства и мысли. В центре внешних плоскостей стоит гигантская гора, бесконечный шпиль, а на его верхушке вращается огромный тароид, где расположен Planescape. Эдакий срединный мир – чистилище, которое связывает все планы огромным множеством порталов, которые находятся абсолютно везде. Между деревьями, в арках, окнах, в луже или даже дверь от вашего дома может вести в другой мир. Но эти порталы открываются только с помощью ключей, которыми является всё что угодно. Например, чтобы открыть один портал, нужно зажать железный гвоздь между указательным пальцем и мизинцем. Для открытия второго нужно три раза подряд подумать об одном и том же. А чтобы открыть третий, нужно напеть определённую мелодию. Порталов сотни, и для каждого нужен свой уникальный ключ. Planescape сосредоточает в себе всё абстрактное и спиритическое. То есть зомби тут выполняют чёрную работу, по улицам ходят всякие змееподобные существа, а по пути на рынок можно встретить парящие над капустой божества. И это было в порядке вещей. Вот такой мир и был нужен Блэк Кайсел, странноватый, в чём-то даже безумный, с возможностью перемещения в другие миры. Поэтому прошло совсем немного времени, как Лест Райт стал называться Planescape Tomnet. Игра вышла в 99-м году, и на первый взгляд была очень похожа на Baldur's Gate. Но это на первый взгляд. 15 минут игры хватит для того, чтобы понять, насколько эта игра гениальна. Вообще, RPG подразумевает отыгрыш роли. То есть игрок должен вникнуть в выбранного персонажа и стать с ним одним целым. Именно поэтому у настольных игр, как Dungeons & Dragons, так много поклонников. Чуть-чуть включил воображение и представил, что ты и есть тот самый рыцарь, который идёт убивать дракона с группой своих товарищей, и остановиться уже невозможно. В тебе просыпается ребёнок, который желает остаться в выдуманном мире. В плане погружения Planescape превосходна. Ну, хотя бы потому, что она сразу хватает тебя за волосы и за всей дури бьёт головой об сюжет. Начинается история в морге, причём вы оказываетесь там по весьма веским причинам. Вы мертвы. Ну, то есть не вы, а ваш персонаж, которого зовут точно так же, как и рисунки в пейнте. Безымянный. При этом создать своего персонажа с нуля не получится. Единственное, что вы можете сделать в безымянном начале игры, это раскинуть несколько очков по стандартным навыкам, типа силы, ловкости и харизмы. Вот здесь нужно пояснить. У вас, возможно, возникли такие вопросы, мол, а как же вживаться в персонажа, если нельзя создать его по своему образу и подобию? Как включить фантазию, если главный герой и так красуется на обложке игры и домыслить ничего нельзя? Получается, что мы просто наблюдаем за похождениями безымянного со стороны? Как раз таки и нет. Это не масс-эффект и не ведьмак, в которой, какими вы харизматичными главные герои не были, их очень сложно листворить с собой, потому что мы ими просто управляем и следим за диалогами, чтобы быть в курсе истории. Разве вы можете совместить себя с Геральтом и сказать, что это не Геральт, а я ходил по тем землям, совершал подвиги и спал с рыжими чародейками? Или Шепардом и с упоением осознавать, что именно вы, а не Шепард, спасали планеты, уничтожали коллекционеров и соблазняли мужиков? Ну, не знаю, как у вас, а у меня, по крайней мере, так не получалось. А вот в Планскейп получилось. Тут, как мне кажется, разработчики нашли несколько прекрасных решений. Во-первых, посмотрите на имя. Безымянный. Похоже на кличку, которую мог вам дать абсолютно любой. Во-вторых, Безымянный страдает амнезией. На сегодняшний день герои с амнезией являются самой банальной и избитой завязкой сюжета. Но в Планскейп, во-первых, амнезия очень качественно вплетена в повествование, во-вторых, позволяет лучше олицетворить себя с персонажем. Герой, как и вы, ничего не знает, и его первые шаги по миру являются и вашими тоже. Ну и в-третьих, и самое главное, что вообще отличает Планскейп от других ДНД и РПГ, это диалоги. Это не просто диалоги, это фэнтезийный роман, поделённый на реплики и описания к разным персонажам. Я был просто поражён, когда в самом начале подходил к бродящему по окрестности зомби, который является стандартным статистом, с которым ничего нельзя было сделать, кроме как убить, и в диалоговом окне писалось «У этого зомби зияла пустота вместо глаз. На его лбу был выигранен номер 437. Голова была неестественно выгнута, а шея обвязана множеством старых и новых лоскутков. Видимо, голова не распадала и оставлялась на место. Зомби щёлкнул зубами, оторвав вас от раздумий». И вот такое вот описание было фактически каждому персонажу, каждому NPC, с которым и поговорить нормально было нельзя. Вот это действительно производит нужный эффект погружения. В диалогах также использовано множество литературных приёмов. Вот вы разговариваете с человеком, и привычная разговорная речь перемежается со ставками вроде «Он нервно глядел округу и перешёл на тихий шёпот». И всё, фантазия врубается на полную катушку, в голове сразу всплывает образ собеседника, то, как он стреляет глазами вокруг, боясь быть услышанным. Представляешь, как он говорит свои слова «шёпотом». Это действительно восхитительно. Только подумайте, в Planescape где-то 800 тысяч диалоговых слов, поэтому большую часть игры вы будете разговаривать, нежели изучать мир и сражаться. Игру вообще можно было пройти, убив только четыре обязательных персонажа, причём даже с финальным боссом можно было всё обговорить, а не кидаться на него с топором. Именно поэтому Planescape воспринимается не как игра, а как книга, очень увлекательная, написанная красивым языком, которую хочется где-то найти и поставить на полку, чтобы иногда её перечитывать. При этом с каждым новым прочтением будет открываться что-то новое, то, что ты в прошлый раз пропустил. Например, с каждым прохождением я больше узнавал о городе Сигил, где происходят действия игры. Этот город называют городом дверей из-за множества порталов, но местные любят называть Сигил клеткой, потому что в него фиг попадёшь и фиг выберешься, но у некоторых получается. Город является нейтральной зоной, то есть если в других мирах главенствует зло или добро, то Сигил находится между ними и не принимает ничью сторону. За этой нейтральностью следит госпожа Боли. Это не кличка девушки по вызову, одетая в латекс. Это богиня, которая полностью старается оправдать своё прозвище. Она без раздумий устраняет тех, кто ей нагрубил, или убил её слугу Дабуса, который, используя молотки, постоянно изменяет облик Сигил и общается исключительно через ребусы. Или же она устраняет тех, кто начинает поклоняться различным богам, потому что если много людей начнут проповедовать учения какого-либо бога, мир кардинально изменится и переместится в тот план, который подходит под мировоззрение людей. То есть мысли прямо влияют на устройство вселенной. А госпожа Боли не терпит инакомыслия, поскольку она не хочет допустить ещё одну кровавую войну. Эта война длится с самых древних времён и по сей день, и возникла она из-за народов нижних слоёв, в основном демонов, которые не смогли найти общее мировоззрение и развязали мясорубку, в которую втянулись сразу несколько планов. Неугодных госпожа скидывает в лабиринт, в котором легко умереть и трудно выбраться. В общем, госпожа Боли главенствует над Сигилом, в то время как город разделён на много фракций, враждующих между собой за территориальное влияние. И вот так каждый раз находишь что-то новое о вселенной, потому что ранее ты пропустил одного незаметного NPC. Да и играть в Planescape можно абсолютно по-разному, в плане истории. Вот кстати не люблю игры, у которых на коробке написано, что их можно пройти множеством способов. Такие игры я прохожу один раз и больше не включаю. Даже Фаренгейт, который мне в своё время дико понравился, при повторном прохождении сумел удержать меня на час максимум, потому что по сути история одна и та же, меняются только моменты. А вот Planescape другое дело. Да, тут одна единственная концовка, не считая нескольких альтернативных, но добраться до неё можно совершенно по-разному. И опять же тут всё решается диалогами. Например, общение с вашей командой, которая будет расти с прохождением влияет на вас прямым образом. Скажем, если долго и усердно упрекать и троллить ваших компаньонов, то ваше мировоззрение поменяется, и вы сможете общаться тет-отет с разными злыми порождениями и вступать во всякие хаотитские ордены. Если же постоянно подбадривать и вникать в проблемы своих товарищей, то они пойдут за вами хоть на край света, а ведь некоторые из них могут и убежать или погибнуть. Так же меняются и ваши напарники. Скажем, летающий говорящий череп по имени Морте, что от французского означает смерть, является мастером троллинга, и он троллит тем лучше, чем больше он услышит матюков, я сейчас абсолютно серьёзно. Выглядит это очень комично. Например, вы сумели рассердить шлюху, я серьёзно. Шлюха знает много бранных слов и не стесняясь выливает их словесным потоком. Морд молча её выслушивает, а потом удивлённо говорит. Надо же, некоторых слов я не знал. После подлетает шлюхе и произносит. Я тоже тебя люблю. Азазалалка. А изучать персонажей просто одно удовольствие. Ваши напарники с прохождением открываются с неожиданных сторон. Из шкафов начнут выглядывать их скелеты, а иногда они могут кардинально поменяться, что делает этих персонажей настолько глубокими и продуманными, что всякие аз-дефекты рядом не стояли. При этом поражают не только ваши напарники, но и обычные NPC. Они связаны с главным героем в Гардиев Узел, а всё потому, что оказывается безымянный бессмертный. Он проживает множество жизней, умирая всё забывает и начинает по новой. Но окружающие-то всё помнят. Например, зайдя в бар, его хозяин вдруг начнёт вас прогонять, мол, опять ты? Глаз я тебе не отдам. И ты стоишь и совершенно не понимаешь, о чём он. Потом оказалось, что в прошлой жизни, где-то 10 лет назад, безымянно устроил здесь знатную пирушку, разгромил ползаведения, вырвал у себя глаз и ставил его в залог. Вы осознаёте, насколько продуман мир, если вы получаете такие же ощущения, как если бы действительно находились там, в этом баре. И получаете даже не от сюжета, не от скриптовых сцен, а от случайно заведённого разговора со случайным NPC. Вот что действительно означает погружение в мир. Да и безымянный оказывается не такой уж и простой. В прошлых жизнях он сделал немало плохого и ужасного, многих обманул и убил. И всё это вы будете узнавать по сюжету и делать свои выводы. А история здесь очень длинная и держит напряжение до самого финала. Занятно ещё и то, что такая эпопейная история наполнена просто гигантским количеством чёрного юмора. В основном вас будет радовать роляка Морд, который постоянно ругается с некоторыми компаньонами, да и с вами в частности. Но подстерегать юмор вас может везде. Например, вы сможете продать своего компаньона в рабство, наговорив ему множество нелепостей. Или начать ковыряться в своих внутренностях, чтобы найти полезный предмет. Кстати, многие ищут философский смысл в квестах и диалогах. Он и правда присутствует. Поднимаются такие темы, как жизнь и смерть, мораль, любовь и тщетность бытия. Даже название игры Tomnet переводится как мучение и боль, что отсылает к восточной культуре, где есть понятие перерождения и бесконечный цикл жизни. Но некоторые слишком переусердствуют в поисках высоких материй, что очень глупо. Planescape гениальная игра, но не обошлось и без минусов. Правда, они небольшие и выглядят как пригирки. Боевая система не впечатляет, хотя она и похожа на боёвку Baldur's Gate. Скорее всего, потому что выглядит всё очень статично, в то время как в Baldur's Gate все двигались и пулялись заклинаниями. А если вы нашли примерно равного противника и бьёте с ним один на один, этот бой может продолжаться несколько минут, потому что вы постоянно будете промахиваться друг по другу. Также не слишком понятный интерфейс и дизайн локаций, который надо скрывал важные проходы, тоже не шибко радуют, но это не так важно. Planescape Tomnet – истинный RPG. Пока вы в неё не сыграете, вы не узнаете, что такое действительно вжиться в мир и в персонажей. И я бы не советовал эту игру, кто любит безостановочный экшен. Из-за множества и множества диалогов вы большую часть времени проведёте за статичным экраном с окошком разговора. Да и утомительно это, читать такое количество слов, хоть и грамотно написанных. Поэтому Planescape порой кажется нудной игрой, и её хочется выключить, но поверьте мне, через полчаса вам снова её захочется запустить, чтобы узнать, что же там дальше. К сожалению, игр в сеттинге Planescape больше не появится. В третьей редакции правил Dungeons & Dragons ему отказали в поддержке, а в четвёртой кардинально перерисовали вселенную, загубив на корню сеттинг Planescape. Но 6 марта 2013 года на Kickstarter внезапно начался сбор средств на духовного продолжателя Planescape Tournament, которая будет называться Tournament Tides of Numenera. При цели собрать 900 тысяч за 31 день проект набрал 1 миллион за 7 часов и 4 миллиона за всю кампанию, что стало рекордом. Игру будут делать люди, которые так или иначе работали над Planescape. Поэтому ждём 2015 года с надеждой. А у меня на этом всё. Подписывайтесь на канал GamePilot, заходите на сайт и обсуждайте интересные темы с такими же людьми, как и вы. Ну или устраивайте вселенские холивары, тот кто как любит. А новые выпуски уже совсем скоро. Писам, люди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok